Срочный разговор из-за обострения ситуации на Донбассе инициировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Вчерашние обстрелы Кулеба назвал попыткой сорвать режим прекращения огня и мирное урегулирование в целом. Без боевых потерь режим тишины продержался 42 дня. Это очевидные спробы срывать режим прекращения огня и создать сутки для процесса мирного регулирования взагалом. Наголошу, Украина выступает за безумовное и неохильное дотримание режима прекращения огня. Шлях до миру и до окупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчат оружие. Сегодня в зоне проведения операции объединенных сил снова тихо. Накануне, напомню, один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Незаконное вооруженное формирование два раза нарушили режим прекращения огня возле Красногоровки и Причепиловки. Раненому бойцу оказали помощь вовремя. Сейчас он в лечебном учреждении. В результате обстрела поранение отримал військовослужбовец Збройных сил Украины. Войны учасно отдали медичную допомогу та отправили ее до лечебного заклада. На иной участке фронта противник открыл прицельный огонь со стрелецкой оружием по наших защитникам неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. Наследок обстрела один украинский військовослужбовец загинал. В Украине сегодняшнего дня новое карантинное зонирование. Красный уровень эпидопасности теперь в 19 районах и 10 населенных пунктах. Для них это означает ужесточение карантина. Учебные заведения переходят на дистанционное обучение, закрываются кинотеатры и торговые центры, а еда в ресторанах только на вынос. Также ограничивается работа транспорта. В Украине общее количество случаев COVID-19 превысило 138 тысяч. За минувшие сутки зарегистрировано 2174 заболевших. В целом 18 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина. 16 инфицированных коронавирусом выявили за минувшие сутки на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области. Всего с начала пандемии самопровозглашенные власти подтвердили 2686 случаев COVID-19. 1220 человек находятся на лечении и 148 умерли. О новых инфицированных в Луганской области не сообщают. По состоянию на 4 сентября там зафиксировано 725 заболевших. Подконтрольные Киеву территории Донбасса остаются в зеленой карантинной зоне с самым низким показателем заболеваемости. Пожары на востоке Украины потушили. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, утром в Луганской области на небольших участках тлеет сухая трава и лесная подстилка. В Харьковской области очагов возгорания и тления нет. Напомню, масштабные пожары в этих регионах вспыхнули 2 сентября. Во время тушения леса возле линии соприкосновения погиб один военнослужащий. Двое получили ожоги. В Дворичанском районе полностью выгорело село. 33 семьи остались без крова. 194 человека задержали силовики в Минске во время воскресных акций протеста. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Среди задержанных член Координационного совета Андрей Егоров. Его местонахождение неизвестно. Накануне в белорусской столице, а также в Гродно, Витебске, Могилеве и Бресте прошли марши единства. На улицы вышли более 100 тысяч человек. Жители соседней Беларуси протестуют на протяжении месяца. Требования неизменны. Отставка действующего президента Александра Лукашенко. Проведение новых выборов. Прекращение насилия в отношении протестующих. И освобождение политзаключенных. Я не согласна с объявленными результатами выбора. Я поддерживаю всех протестующих. Я за свободу и демократию. Я хочу жить в счастливой и свободной стране. И буду приходить до тех пор, пока мы своих прав не получим. В России озвучили новую версию ухудшения здоровья Алексея Навального. Следователи проверяют, не могла ли повлиять на состояние политика его увлеченность диетами. В Следственном управлении Сибирской транспортной полиции уверяют, что провели более 40 экспертиз. Отравление нервно-политическим веществом отрицают. При этом врачи Германии, где находится Навальный, подтвердили, что оппозиционер был отравлен боевым ядовитым веществом класса новичок. В том, что политика отравили, не сомневаются и жители России. Накануне в Новосибирске люди вышли на акцию протеста. Это государство его убило. А кто у нас в главе государства? Путин. Значит, Путин. И все его банды... Путин, выпей чаю! Хабаровск угощает! Путин, выпей чаю! Хабаровск угощает! Выпускники из Ордло и аннексированного Крыма еще полтора месяца могут подавать документы в украинские вузы. В этом году у них нет ограничений в выборе университета и не нужны сертификаты внешнего независимого оценивания. Кроме того, студенты из временно неподконтрольных Киеву территорий могут рассчитывать на стипендию и место в общежитии. И это не полный список социальных гарантий от государства. Даша Даниченко. С 2017 года она студентка Таврического национального университета. Учится хорошо, получает академическую стипендию. Кроме того, государство обеспечило ее социальной стипендией. Академическая стипендия 1400 сейчас. Социальная стипендия 1323 гривни там с копейками. Я получаю стипендию на ежедневное, социальную стипендию и академическую. Потому что у меня есть пильга, я детская стипендию. Таврический университет, как и половина его студентов, переселенец. Четыре года назад переехал в Киев из аннексированного Крыма. Здесь хорошо знают проблемы студентов со статусом временно перемещенных лиц. Поэтому даже плату за обучение контрактникам разрешает носить частями. Можно платить раз в полгода, можно платить раз в квартал, можно платить помесячно. Разбивайте и платите. Мы позволяем накапливать иногда задолженность. Студентам-переселенцам также предоставляется жилье в общежитиях. Более того, они получают скидку на его оплату. А учащиеся профтехлицеев могут рассчитывать на бесплатное проживание. Пильга поляга в том, что они могут платить за гортожиток и даже до 50% от этой суммы, которую установлено заклад высшей осветы. Также студенты-переселенцы могут оформить социальную стипендию. Однако, если они уже получают академическую, то придется выбирать что-то одно. Они имеют право обрати тот вид стипендий, который для них больше выгоден. Например, для детей, которые получают академическую стипендию в университетах, это становится около 1600 гривен. А социально – 1180. В этом случае они действительно обирают, например, академическую стипендию. А еще студент-переселенец, поступивший не на бюджет, а на контракт, имеет первоочередное право перевестись на бесплатную форму обучения. Однако получить социальные гарантии студентам-переселенцам удается не всегда. Рекомендовала бы обращаться непосредственно в Министерство образования и науки Украины. Уже неоднократные вопросы, например, с выпадой социальной стипендии спорные, решались как раз путем обращения к ним. Если же не удалось в рамках, скажем так, бессудебной решить этот вопрос, то есть вариант обращения в суд. Как правило, как показывает практика, то обращение в суд является, скажем так, оставшейся стоточной инстанцией и достаточно часто принимают решения в пользу студентов. Студенты-переселенцы могут всегда обратиться к юристам гражданских организаций и фондов, работающих с переселенцами. Например, Крым-СОС, Донбасс-СОС или к юридическому советнику для переселенцев. Валерий Бакус, Сергей Ильницкий, Киев-Твой дом. Огонь, вода и изнурительная гонка. Spartans Race – это один из самых популярных и массовых забегов мира, теперь будут проводить и в Украине. Какие испытания подготовили организаторы состязаний и как их преодолевали участники? Артем Голуб расскажет. Так участники спартанской гонки начинают свой забег. Перед каждым стартом звучит традиционный боевой клич. У них спрашивают, кто ты? Они отвечают, что я спартан. И второй вопрос, спартан, что ваша профессия? Ару, ару, ару – это как боевой клич спартанцев, которые идут в бой на старт. Ребята справляются, ребята стараются. У них есть разные категории препятствий, есть обязательные, есть такие, за которые можно сделать штраф. 20 километров трассы, ямы с водой, огненные преграды, высокие стены и еще десяток разновидностей испытаний на пути спартанцев. В гонке проверяют не только физическую силу и выносливость. Все участники получают на старте еще задание. У каждого есть свой номерочек и в соответствии с ним у них есть каждая последовательность, что зачем картинки. Когда они сюда прибегают, они должны сориентироваться и вспомнить, какая именно из пяти вариантов их ответ правильный. То если вдруг они не угадывают, у них есть штрафные 30 бюрпи. Вы говорите, что цифра 2? Нет, у вас штрафные 30 бюрпи, считаем каждый пятый слух. Вот сюда отходите. Штрафные задания забирают у участников время и силы. Некоторые не выдерживают и сходят с дистанции. На маршруте дежурят медики. Вывихи бывают регулярно. 3-4 минимум на каждой гонке всегда есть. Переломы случаются намного реже, травмы головы еще реже. С ними всегда по трассе и ходят волонтеры, которые сопровождают их. И если что, они всегда сообщают о каких-то необычных случаях. Экстремальные гонки Spartan Race появились 10 лет назад в США. Сейчас эти состязания проводят в 42 странах мира. В Украине это первый забег. Но киевлянин Роман бежит эту гонку уже в четвертый раз. Раньше приходилось ехать за границу. Говорит, украинский вариант Spartan Race ничем не хуже. Вполне соответствует. Оценка 5 с плюсом с 5. Вполне все соответствует. Супертрасса, размытка, хорошая организация, душевность. Самые высокие оценки. По-видому классно. Чемпионат мира Spartan Race ежегодно проводят в греческом городе Спарта. Куда приезжают спортсмены со всего мира. Артем Голубь, Евгений Савицкий. Киев. Твой дом. Больше новостей на наших страницах в Ютубе и Фейсбуке. А следующий выпуск новостей будет в 12.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин